Здарова все! Спонтанно у нас такое сегодня включение будет. Появилось у меня немного свободного времени и решила съездить пройти техосмотр. Я даже когда у нас был введен этот дорожный налог в Беларуси, я все равно каждый год техосмотр проходил, налог платил. Ну и вот такой ответственный. Вообще у меня техосмотр по октябрь месяц, сегодня 15 сентября. Сейчас покажу, чего я решил съездить сегодня и пройти техосмотр. Попробовать пройти, потому что автомобиль я вообще не готовил. Сейчас покажу зачем и покажу, что надо для прохождения техосмотра. Автомобиль у меня газ-бензин и для прохождения техосмотра автомобилю, у которого есть газовое оборудование, необходим вот такой акт освидетельствования баллона. У меня это так действует по октябрь двадцать первого года. То есть видите следующий срок освидетельствования октябрь двадцать первого года. В связи с чем я решил все-таки съездить в сентябре и попробую пройти техосмотр. То есть по факту акт действующий, доколупываться не должны, но посмотрим. Ну и первым, что делом надо, это оплатить разрешение. Это 0,3 базовых и на данный момент это восемь рублей семьдесят копеек. Оплачу я сразу в Ерипе, чтобы уже с готовой квитанции приехать туда. И на самой диагностической станции придется оплатить сами услуги осмотра автомобиля. Также покажу сколько это будет стоить. Так что также надо взять с собой для прохождения техосмотра. Ну во-первых проверяем, чтобы как минимум работали все световые приборы в автомобиле. То есть видим фары, поворотники, туманки. Свет, ну ближний сразу опускаем максимально вниз, это сто процентов, чтобы не было никаких вопросов. Так проверяем. Задние, зад, ну тут солнце светит, габариты работают, повороты работают, противотуманники два работают. Кстати у нас вообще в рестайлинге только левый должен светиться, это я правый дополнительно сделал. Ну и сейчас мы заедем с вами на мойку, помоем автомобиль, чтобы он выглядел получше. Также с собой нам понадобится вот такой комплект. Знак аварийной остановки, огнетушитель обязательно, чтобы был с поверкой. То есть у меня еще до марта 22 года. И аптечка, аптечку тоже смотрите, чтобы она была годная. То есть вот аптечка полностью комплектована до августа 22 года. То есть в принципе у нас все есть. Все полетели мыть автомобиль. Ну что, сценик становится чистым. Сейчас коврики отфигарасим. Так все, домыл сценика, уже не показал, потому что спешу. Там отец тут крутился и заехал, очередь занял. Как занял? Посмотрел, говорит, пока никого нету, давай отлети быстрее сюда. Так, все, дальше включимся. Итак, ребят, не снимал я на самой диагностической станции процесс проверки автомобиля. Но скажу так, что... Бляха, у меня еще, наверное, никогда так машину не проверяли. Трясли по... Это... Трясли по максимуму. Наверное, раньше из-за того, что мы платили вот этот дорожный налог, как бы отношение было такое, более лояльно. Теперь же... Блин, ну ладно, там СО, ОЦХ, это понятно. Проверяли, тормоза проверяли, подвеску там проверяли. Но я впервые увидел там хрень какая-то, типа щупа такая. Якобы они проверяют сечь масла в двигателя, в этих топливных магистралях, в тормозных магистралях. Но это, конечно, такого я еще не видал. Так, выехал я с территории. Какие результаты прохождения? Результаты такие, что получил дозвол. То есть разрешение на допуск в сцене, как участие в дорожном движении. Блин, ну кое к чему-то меня доколупались, ну так сказать, простили, простили. Сейчас покажу до чего, к чему. И покажу само разрешение, которое сейчас в 21 году выдается на руки водителя. Кстати, сертификат, который был с техпаспортом, отменен. Итак, ребят, смотрите. Остановился специально, чтобы вам показать. Если еще в прошлом году разрешение на допуск выглядело вот так. Оно, кстати, было действующее по октябрю 21, как я уже говорил. То сейчас это выглядит вот так. То есть с одной стороны написано разрешение, с другой стороны госномер, номер кузова и действует до 15.09.22. Все. Так. Вообще, что это стоит? Вот это 8 рублей 70 копеек, 0,3 базовых. Это как раз-то за вот этот вот дозвол. Сам техосмотр стоит 26 рублей 80 копеек. Из документов, что надо? Понятное дело, надо техпаспорт. Вот этот сертификат уже вообще нахрен не надо, я так понял. Его можно выбросить. Ну, пускай будет. Медсправка также не надо. Надо обязательно страховое. Оно, кстати, уже новое, большое. Такой лист формата А4. Глянули вот этот акт освидетельствования баллона, потому что у меня газовое оборудование. Ну и, в принципе, права. Все. То есть, если газового баллона не было, надо были бы только права, страховка техпаспорт. Ну и, конечно же, сам автомобиль. Сценника я помыл. Сейчас он хорошо так выглядит. И уже с разрешением еще на один год. Можно, так сказать, кататься и радоваться. А, ну, короче, я же не рассказал, до чего приколупались. Лобовое стекло. Оригинал. Нигде ни трещины нету, ничего. Говорит, тут у вас скол. Блин, оно не фокусируется, конечно. О, сфокусировалось. Я говорю, слышите, вообще нормально. Можно из-за этого скола, блядь, лобовое стекло менять и ставить что-то неоригинальное. Ну ладно. Сейчас покажу, из-за чего мне чуть ли не отказали прохождении психосмотра. А это, ребят, полный трындец. Так, смотрите. Аптечка. Аптечка. Аптечка, кстати, новая. Видим, в аптечке написано, что годна она до 8-го 22-го. Я ее взял на работе. Я не знаю, блин, кто сюда лазил у нас на работе в эту аптечку. Руки ему подбивать. Смотрим, йод. Годин до марта 20-го. И надо было, чтобы этому, блядь, инспектору, которым проверял машину, вот этот йод прямо и попался на глаза. Ну, короче, такая веселая ситуация получилась. Ну, как бы уже, можно сказать, закрыл он на это дело глаза. Ну что, все, собираем документы. А, кстати, еще что. Если у вас в машине висят каркасные шторки, вот эти вот внутри, именно по бокам, обязательно их снимайте. На вот эти шторки, которые на дверях, они у меня оригинальные, на них внимание как бы не обращают. Вот эту шторку, которая висит сзади на стекле, ее так же можно не снимать. В принципе, это тоже нормально. А вот боковые шторы все надо снимать. Но я вам скажу, что так как в этом году автомобиль проверяли, так еще не проверяли ни один год. Ну что, вот такой получился ролик. Какой вывод из всего этого? Отношение к техосмотру со стороны инженеров на станциях стало более жесткое. Автомобили проверяют более тщательно. Но если вы следите за своим автомобилем постоянно, постоянно держите его в исправном состоянии, то вы в любой момент можете поехать и легко пройти тихосмотр. Все, ребят, вот такие в принципе дела. Всем удачи, всем пока. Ну и кстати, передо мной Passat проходил тихосмотр Б6. У него тоже электроручник сзади. Вот он по электроручнику не прошел. А сценик без вопросов.